Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. У нас Гена участвует во всех спортивных соревнованиях, практически во всех. Во всех видах он может все делать. Единственное, может быть, волейболу нет. А баскетбол, лыжи, легкая атлетика, гимнастика – он самый активный участник этих соревнований. Также он является неоднократным призером муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Помогает судить соревнования по баскетболу. Соревнования между классами проходят. Он у нас судит соревнования с удовольствием. По футболу играют. Футбол судит соревнования с младшими школьниками, помогает это делать. Один из первых он у нас получил золотой значок ГТО. Третья ступень. Молодец. Сейчас он сдает на четвертую ступень. Вижу, что он может стать моим коллегой, что он может с детьми работать, что он может заниматься и делать. Это очень хорошо. Но у самого Гена, как оказалось, другие планы. В этом году он заканчивает девятый класс и уже выбрал себе профессию. Я на мастера общестроительных дел хочу пойти. А со спортом? И со спортом тоже буду дружить. От своих сверстников Гена немного отличается. По крайней мере, внешне. Очень серьезный, очень спокойный, редко улыбается. При этом у него огромное количество друзей. Гена уверен, лучший способ завязать дружбу – помочь человеку. Например, когда я ему помогу, я с ним больше разговариваю. Спрашиваю его про личные какие-нибудь там ситуации. Откуда он, как поживает. Может, он кого-нибудь из моих друзей знает. Я могу с этими друзьями поговорить, и они скажут так-то, так-то про него. Ну, так и получается. Тебе вообще нравится дружить с людьми? Мне нравится. Они могут в трудную минуту помочь тебе, выручить. Я здесь 9 лет уже, меня все знают. Поэтому, когда надо, помогут. Когда чего-то еще. А ты сам? Я помогаю. Ну, например, человек рядом тут живет. У него в машине надо было помочь. Там кое-что делать. Позвал я и сделал. Наш старый знакомый Кирилл – один из ближайших генийных друзей. За год понял главное – гена надежный. И расхожее выражение «друг не оставит в беде» для него не пустые слова. Шли гулять, и, в общем, я упал, ну, упал, в общем, и он просто меня, как бы, помог мне, там, дойти до детского дома обратно, потому что колен, ну, в общем, упал очень сильно. Я, когда приехал сюда, он, как бы, ну, мы с ним первым, в общем, законтактировали. И как-то он мне объяснил, там, где вот, ну, показал, где что находится, где что раньше было. То есть помог контактировать? Ну, да. Ген у нас старший, как бы, если там воспитатель куда-то уходит, просим его, он остается, смотрит. Ну, ответственно в этом плане. Ответственный. Серьезный? Да. Занимается он спортом хорошо, его хобби. Других деток привлекает к спортивному, что-то там, пойдемте там в футбол поиграем или еще что-то. В этом плане молодец. Как бы, ничего плохого сказать не можем про него. Только плюсы. Словом, если что, о помощи Гену просить не надо, сам предложит. Как все сильные люди, он великодушен и добрые дела не считает. Особенно, если речь идет о друзьях. А их у него много. Впрочем, и еще один друг, старший, взрослый, наставник. Гене все-таки нужен. Который поймет в трудную минуту, может поддержать. Приехать и что, чем-нибудь помочь. Ну, посоветовать в чем-нибудь. Ну, например, я захочу куда-нибудь работать, но нужно будет столько денег, чтобы и себя кормить, и на что-нибудь потратить. Вот у него, можно будет спросить, он скажет, ну, куда лучше пойти работать по моей профессии. Гены немногословно издержаны, но эмоции у него ровно столько, сколько положено в 15 лет. Почти, почти в 16. По его мнению, самые лучшие в жизни – это близкие люди вокруг. А самое печальное – одиночество. Что тяжелее, грустить одному или радоваться одному? Да, я все, радоваться одному. Ну, да. И грусть, и грусть одному не как-то так. Надо с кем-то поделиться. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8-8352-76-6868. 8-967-476-6868. Или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru. Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив смс со словом «наставник» на номер 3434. Стоимость смс – 50 рублей на номер 3434. Поддержка проекта «Министерство образования и молодежной политики Чувашии». Национальная телерадиокомпания «Чувашии». Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА